Друзья, добрый вечер. Продолжаем отвечать на ваши вопросы с хэштегом Стас ответил, который вы у нас задаете в группе ВКонтакте в обсуждении. И первый вопрос на сегодня от человека с ником LastPass. В наличии Freelander 2 i6, атмосферная рядная шестерка разработки Ford Volvo, восьмого года в отличном состоянии. Автомобиль почти всем устраивает. Вопрос, как быстро будет дешеветь Freelander 2 после десяти лет? Рано или поздно его все равно менять на более свежий кроссовер и в какой момент лучше всего это сделать. По поводу вообще, когда у вас возникают вопросы касаемо того, каким же образом будет дешеветь ваш конкретный автомобиль с течением 5, 7 или 2-3 лет, автор уже существует. Заходите, смотрите, просто берете выдачу автомобилей по годам. Допустим, у вас автомобиль трехлетний и вы хотите знать, сколько он будет стоить через 2 года примерно, берете, смотрите, сколько стоят пятилетние автомобили, примерно смотрите, сколько ваш трехлетний автомобиль в вашей точно такой же комплектации стоит и составляете именно разницу в процентах. Касаемо, когда автомобиль менять, здесь уже решаете только вы. Как я лично считаю, автомобиль стоит менять тогда, когда удовольствие от владения данным конкретным автомобилем становится меньше, чем тот стресс, когда вы отгоняете машину на сервис, вам там говорят счет на обслуживание этого автомобиля. Вот когда удовольствие становится меньше, чем раздражение от того, что вы тратите бабки на автомобиль, вот тогда его стоит продавать. Сергей спрашивает, доброе времени суток, вопрос такой, в случае, когда ни одна контора не берется за подбор автомобиля ввиду возраста или ликвидности на автомобильном рынке, ну или еще по каким-либо причинам, рационально ли будет брать ситуацию в свои руки, даже если ты в этом не бум-бум, покупать бюджетный толщиномер с Алиэкспресс или допустим ELM-разъем, он же ABD-2, либо USB-шнур с Васей диагност, изучать покупаемых авто по средствам интернета или же каждый раз оплачивать разовый осмотр машины специалистов в этой сфере. Три вопроса. Как бы ты поступил в этой ситуации, если бы не разбирался в машинах? Что лучше брать? ABD или USB-шнур с Васей диагност? Вопрос относительно больше квак-групп, и что используют специалисты для чтения автомобиля в автоподборе Софьева Стаса? Как бы поступил в этой ситуации, если бы не разбирался в машинах? Ну, вопрос не совсем корректный, это, знаешь, это вопрос из разряда «как бы я видел мир, если бы я не был дальтоником?» А я реально дальтоник, у меня первая стадия дальтонизма. Потому что, ну, в машинах-то я разбираюсь, и как бы сделал я, если бы я сомневался, допустим, в своих знаниях, я бы поездил бы, поискал бы, выбирал бы, нашел бы автомобиль, который стоит купить, по моему мнению, и, собственно, вызвал бы специалистов, чтобы его еще раз перепроверили и подтвердили бы мою теорию по поводу того, что автомобиль хороший. Второе, что лучше брать, ABD или USB-шнур, я бы не советовал тебе вообще покупать что-то с Алиэкспресса, особенно толщиномер и так далее, потому что, ну, если покупать толщиномер, то хороший стоит, ну, тысяч семь, дешевле покупать смысла нет, потому что он тебе может просто тупо за твои же деньги ввести тебя в заблуждение. Он может показывать просто некорректные значения, и ты будешь такой, ой, типа машина в родном кузове, на самом деле она там где-нибудь крашеная, например. Да и вообще полагаться на толщиномер, ну, это такое, это вот разряд, знаешь, там мальчиков с толщиномерами, по поводу которых на ютубе куча баек, и USB-шнурок я бы тоже не покупал, если ты не умеешь пользоваться диагностикой, ну, если не умеешь диагностировать автомобиль. Если умеешь, то у тебя просто бы такого вопроса не стояло. И что используют у нас в подборе, у нас у каждого специалиста на руках есть с собой лаунч, и если автомобиль премиальный и дороже, ну, если, в общем, автомобиль сложный технически, Audi, BMW, Mercedes, GLR, Volvo, Lexus, и так, короче, у нас оригинальное деятельское оборудование под каждую марку имеется, вот, то есть, если это, допустим, Audi, то человек едет и с лаунчем, и с Одисом. Одис – это оригинальный дилерский сканер, если это BMW, то выезжает человек с оригинальным BMW-шным оборудованием, ну, и так далее. То есть, мы пользуемся именно оригинальной дилерской диагностикой, это важно, потому что в нашем деле очень важно получать корректные данные по поводу тачки. Никита спрашивает, если говорить о корейских кроссоверах, все вспоминают Hyundai или Kia. А что можно сказать о Сан-Йонгах? Стоит ли их рассматривать на вторичке? Сан-Йонг, на самом деле, это уникальный совершенно концерн автомобильный. Вот, наверное, многие из вас слышали про феномен экономического южнокорейского чуда, или как там это правильно называется. Суть в том, что Южная Корея там еще лет 20 назад была там чуть ли не отсталой страной, а сейчас это чуть ли не ведущая экономика мира. Ну, не то, что ведущая, но они очень сделали серьезный скачок по экономике. И Hyundai Kia это концерт как раз таки, который является одним из примеров вот такого экономического чуда. Но при этом Сан-Йонг это тот автомобильный производитель южнокорейский, который умудрился несколько раз обанкротиться. Его несколько раз спасало государство. Это, по сути, автоваз от кореев. Это, по сути, южнокорейский автоваз, который живет за госбюджет, который изначально вообще сделал военную технику для государства. Потом они поняли, что на эти деньги сильно не прожить, и начали пытаться делать автомобили, покупая лицензии, там и бла-бла-бла. Короче, ничего хорошего из них не получается. Потому что конкретно у нас на рынке спросом они сильным не пользуются. Запчасти на них, на самом деле, стоят довольно дорого. Намного дороже, чем на Hyundai Kia, например. Поэтому и содержание его менее целесообразное, чем Hyundai Kia. И на самом деле, ну, рынок очень справедливая история. Если вы видите, что какую-то марку или какую-то модель, как вам кажется, не совершенно незаслуженно обходит вниманием, скорее всего, что-то твердое там есть. Ну, почему-то причина какая-то того, что Автомиль не пользуется популярностью, она все-таки существует. Поэтому, собственно, санъенг у нас не популярен. Много по каким-то факторам и не стоит его покупать, не советую. Виктория спрашивает. Стас, привет! Скажи, почему ты не любишь французские авто? Есть какие-то причины, кроме как все не любят и я не люблю. Из объективного я вижу только низкую ликвидность при продаже. А вам кажется, что это очень такой несущественный, да, параметр? Что не стоит оценивать низкую ликвидность? На самом деле, ликвидность, сама по себе, это очень совокупный параметр, который показывает вообще автомобиль в целом и жизнь с ним на вторичном рынке. Задумайтесь, я всегда привожу пример, почему все Toyota используются бешеным спросом и почему они нифига не теряют в стоимости. Потому что покупать на вторичном рынке их безопасно. Понятно и прогнозируемо, везде есть куча запчастей, всегда их можно обслужить, это стоит небольших денег и машину, если что, купят. Такая же совершенно история, ну много с какими автомобилями, с корейцами, с теми же самыми, тоже они сильно в цене не амортизируют и их можно очень быстро продать, в случае чего. С французами же почему-то такого не происходит. А фишка в том, что здесь именно совокупность факторов. По обслуге у каждого автомобиля есть свои нюансы. Французы вообще любители сервисменам подкидывать какие-нибудь сюрпризы в виде каких-нибудь нестандартных болтов, в виде каких-нибудь нестандартных креплений, что что-нибудь там снимать, вынимать, нужно полмашины разобрать. Плюс у французов есть такая тема с запчастями, что у них долгое время не существовало нормального каталога запчастей. То есть когда вы приходите в магазин и вы говорите, что вот смотрите, вот мой автомобиль, вот вин его такой, дайте мне, пожалуйста, правый наружный шрус, гранату по-русски. И человек за компьютером такой, вот ваша запчасть, вот пожалуйста, вот-вот. В случае с Peugeot, например, если вы приходите и просите такую запчасть, человек такой, забивает в базу, у него выпадает 6 вариантов, он к вам поворачивает монитор и говорит, вам какой? А вы такие, а я понятия не имею. Он говорит, а я тоже не знаю, какой у вас. Вот 6 вариантов. Они все разные. Ни один из них, ну, к вашему автомобилю подойдет только один. Какой? Непонятно. Скорее всего в наличии их нет. Нужно заказать. Вы заказываете деталь, привозите, даете сервисмен. Он говорит, не то. Вы такие, окей, пошел. Ну и так далее. Короче, с ними постоянно какой-то геморрой есть на различных уровнях. При этом есть люди, кто очень, причем вот Peugeot Club, Citroen Club и все вот форумчане и так далее, кто ездит на французах, они чуть ли не громче всех орут, что они сделали правильно, никто ничего не понимает и так далее. Когда снимаешь обзор на какой-либо автомобиль, всегда люди, ну, представители фан-клуба тачек реагируют более-менее адекватно. Говорят, ну да, ну есть моменты, ну и что, но нам нравится, машина классная и все довольны. Все. Мир, дружба, май. А в случае с французами, как только ты что-то вбрасываешь, что чуваки, у вас не идеальная машина, там сразу такое начинается, что да ты что? Да как так? Это же лучший автомобиль за свои деньги и бла-бла-бла и так далее. Громче всех почему-то орут. Ну, вот это мое личное наблюдение. Громче всех доказывают, что красный Peugeot 307, который захотела жена, это то, что именно я и хотел. Я же мужик, мне же нужно красное Peugeot. А вот если в ПТС уже нет места, я последний владелец, и теперь нужно продать авто, как правильно поступить, пойти в ГИБДД и поменять ПТС на дубликат или продавать так, а уже новый владелец поменяет, тогда где в ПТС записывать новый владельца и нужно ли это делать. По закону нужно идти и менять ПТС вам лично. Но я бы этого не советовал делать до момента, пока вы не хлопнете с кем-нибудь по рукам, что вот классно, все, мы договорились, я сейчас пошел, поменяю ПТС и потом мы правильно совершим сделку. потому что, ну, всяко будет прикольней покупателю смотреть на вашу автомобиль, когда у вас на руках оригинал, нежели дубликат. Но на самом деле можно и сделать так, что вы просто отдаете ему ПТС, пишете договор купли-продажи и он едет в ГИБДД и там ему меняют ПТС, но это неправильно. Это гаишники в этом случае как бы идут навстречу, не отправляя человека обратно переделывать договор купли-продажи, вас тащить сюда, менять ПТС и бла-бла-бла. То есть они просто идут навстречу и не создают человеку лишних проблем. Но по закону, правильно, юридически нужно вам менять ПТС на дубликат и уже только потом оформлять сделку. Рустам спрашивает, добра автопрагмату в целом и отдельно Стасу за very полезные ролики. Теперь к вопросу, рассматривал покупки Mazda 6, МПС или простую, но жирную, столкнулся с отсутствием нормальных вариантов, добро пожаловать в наш мир. Тем более в своем городе ЕКБ машина поджопник имеется, но ехать больше 100 км, просто глянуть в хлам резона нет. И тут мне в глаз попало Mazda RX-8, все то, что меня напугало, это ротор мать его. При моем бюджете 506 тысяч я мог бы взять кота в мешке и отвезти 10-20 тысяч, в лучшем случае после этого капиталить или менять. Тем более в моем городе это боль. Видел, можно вкорячить 1JZ или 1JZ, что скажешь по поводу данного симбиоза. Если прям очень сильно хочется RX-8, то да, на самом деле засунуть в него любой другой мотор никакого труда не составляет. Уже существует на драйве целая энциклопедия запихивания вазовских моторов в RX-8. Чем восточнее, тем больше разных японских моторов туда можно засовывать. Никакой проблемы в этом нет. И на самом деле есть куча машин, которые уже продаются на приоровском моторе и так далее. Вопрос в том, что нужно просто найти людей, кто тебе это сделает. И если ты хочешь идти именно по этому пути, то тогда можно сразу покупать автомобиль без мотора. Покупать отдельный мотор, просто его туда запихивать и все. Причем без мотора их довольно много продается. Константин спрашивает. Привет. Что можешь сказать про Fiat Doblo? Хочется такой каблучок для себя и для семьи или все-таки рассматривать Peugeot Partner, Citroёn, Berlingo и Renault Канго. Я бы Fiat Doblo, а мне больше именно так нравится, что он именно Doblo, не рассматривал бы вообще никаким разом. Проблема в том, что если ты хочешь возить на нем семью и сам на нем много ездить, при этом не используя автомобиль в каких-нибудь легкой коммерции, чтобы возить какие-то грузы, этот автомобиль совершенно по это дело не подходит. Проблема в том, что у него сзади рессорная подвеска и она более-менее приемлема для жизни только в том случае, если автомобиль загружен по максимуму. Если у тебя сзади в фургоне ничего нет или там какие-то легкие вещи, там пара человек сидит, то вашему позвоночнику, вашим внутренним органам и вашему мировоззрению будет очень грустно на каждой яме и каждом лежачем полицейском, потому что это реально, ну блин, это рессорная подвеска. Когда-нибудь ездил на самосвале без загрузки? Вот очень похожие ощущения, поэтому Peugeot Partner, Citroёn Berlingo, Renault Kangoo это все три очень хорошие автомобили и единственная их проблема найти живой, потому что большинство из них используется в легкой коммерции и есть вопросы. Если найдешь из подчастника хороший живой автомобиль, то ты его снашивать будешь лет 10 точно. Артем спрашивает, здравствуй, ваше мнение по поводу Suprotec? Да никакого мнения у меня по этому поводу нет, так как я присадками не пользуюсь, я в них особо сильно не верю и да и все на этом. Ну, чуваки просто, кстати говоря, у них, судя по всему, у них очень плохо все с финансами, потому что что-то перестало из каждого угла орать, что спонсор выпуска Suprotec и так далее, и они перестали мне писать на почту. Наверное, что-то там у них происходит, наверное, что-то у них там случилось. Последний вопрос на сегодня от Тимура. Стас, привет, можно ли покупать машину без маркированной таблички под капотом? Номер кузова сохранен, читабельный, все с ним хорошо, какие могут быть проблемы? Если не хватает маркировочной таблички, которая у тебя обязательно должна быть и которая является идентификатором кузова автомобиля, тогда, естественно, она должна быть тебе. Без нее просто на учет машину не поставить, либо только через экспертизу, опять же, с внесением в документы информации, что такая-то табличка отсутствует. Если это табличка, которая не обязательно, а такие бывают, то ну и фиг с ней. Конкретно по твоей автомобиле лучше просто приехать и посоветоваться с экспертом-криминалистом на твоем МРЭО, в которое ты собираешься ехать с сайтом автомобиля, что вот-вот хочу купить такую-то автомобиль и вот у него там сделать фотку, вот здесь там, допустим, таблички, что он тебе скажет? Ставится такая машина на учет или нет? Потому что все в разных автомобилях по-разному бывает. Вот. Поэтому, так как у нас тут все закончилось и уже не можем писать больше, на этом все. Задавайте свои вопросы, обязательно ответим в следующих частях. И увидимся. Пока.